Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог нашедети.ру И сегодня мы поговорим с вами на злободневную тему. Буквально на днях отгремели праздники. Это было 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Посещая определенные группы, мне попадались периодические вопросы о том, должны ли быть подарки на такие праздники равноценными, либо всё-таки нет. Давайте вообще разберёмся. Больше всех у меня вопросов возникает на 14 февраля. Мне вообще кажется, 14 февраля это такой бабский праздник. Его придумали какие-то молодые девочки, которые очень хотят видеть от своих кавалеров разные признания, хотят романтики. Вот и они с удовольствием ждут, не дождутся этого праздника, который мы называем День всех влюблённых. В своё время, конечно, я тоже очень его любила. В школе там обменивались валентинками, в институте. Да даже, наверное, первые годы работы вталкивали в двери некоторым людям, просто чтобы сделать им приятно. Сейчас 14 февраля, как правило, практически обычный день. Так, вообще давайте немножечко вспомним историю 14 февраля. Что же происходит вообще во всём мире в эту дату? Итак, вообще во всём мире это считается Международный день одиночек. Как бы смешно не звучало, это Международный день одиночек, поэтому мне очень нравится выражение «С Днём Святого Валентина, одинокая обледина!» Здесь очень подходит это выражение. Ещё 14 февраля, насколько я знаю, это День психического здоровья. Так что, если вы в психодиспансерии, либо не в психодиспансерии, можете отмечать этот праздник. А ещё я знаю точно, что 14 февраля – это День смерти Андрея Чикатило, наверное, когда вся страна вздохнула спокойно. Не меньше стал, наверное, с одиночек. Но, тем не менее, если говорить именно о нём как о Дней влюблённых, то что нам говорит история, что был такой некий Валентин, который почему-то его ассоциирует с тем, что он будто бы венчал действительно пары, которым запрещали венчаться, он был за любовь и всё такое. На самом деле в российской, тогда советской, наверное, армии, или перской, не знаю, стали запрещать однополые браки, то есть браки между мужчинами, потому что считалось, что однополый такой мужской брак, он разлагает дисциплину, вот, и стали запрещать. А Валентин, он решил пойти наперекор всей этой ситуации, и эти однополые браки между двумя мужчинами, он продолжал их венчать, да. Вот была вся суть этой истории, но мы её как-то немножко подзабыли, исковеркали, перевернули как нам надо, и у нас Валентин стал таким борцом за чувства, да, за день всех влюблённых, но у нас он ассоциируется всё-таки как, наверное, полигамная пара, наверное, да, это всё-таки мужчина и женщина, хотя изначально идея-то у него была другая. Вот. 14 февраля девочки, мне кажется, очень ждут поступков от своих мальчиков, ждут каких-то подарок, хотя бы Валентинок, либо поход в кафе, может быть, там, в кино, в ресторан, некоторые девочки, наверное, или очень ушлые мальчики, которые знают, что девочки любят там цветы и прочее, дарят такими охапками букеты в надежде, что у них вечером будет хороший сет, может быть, даже анальный. Вот. На самом деле взрослые люди 14 февраля особо не отмечают, вот, и... В лучшем случае, конечно, хорошо, если ваш мужчина забронирует столик в ресторане, вы можете хорошо покушать, ну, в принципе, как и любой другой день. Сейчас мы, наверное, поговорим о тех праздниках, которые отмечают в нашей стране уж точно. Это 23 февраля, да, День защитника Отечества, и 8 марта, Международный женский день. Почему у нас в стране их отмечают? 14 февраля же как-то не особо так. Знаете, почему, мне кажется, их отмечают в нашей стране так хорошо? Потому что это выходные дни. Наше правительство предназначено населению такой хороший подарок. В эти дни нам дают право отдохнуть. И, конечно же, волей-неволей эти праздники будешь отмечать. Вот. В этом году, 8 марта, это аж целых 4 выходных дня было, да. Четверг, пятница, ну, суббот, воскресенье. 23 февраля, да, День защитника Отечества. Все-таки у нас в России он ассоциируется больше как именно просто денежка. Мне вот так кажется. Потому что защищал, не защищал Отечество. Его справляют все, пьют все, ждут подарков все. Самое забавное, что я, вот, например, являюсь медиком, и мы все являемся военно обязанными, у меня есть военный билет, но женщин, даже медиков в нашей стране в этот день не притравляют. Ну, может быть, это очень редкие исключения. Ну, издать кто-то сон, очень редко нет. Все-таки это такой, знаете, День мужика, я бы сказала. Вот. И что у нас принято дарить мужчинам на 23 февраля? Ну, давайте будем честны, наверное. Это носки и трусы и мыльно-рыльные предметы. Первое, вот, что приходит на ум. Ну, может, отдаёт что-то другое. Восьмое марта. Восьмое марта – это такой день девочек, да, припевочек, международный женский день. Что дарят на восьмое марта? Ну, обычно цветы, конечно же, там, конфеты или сладости какие-то. Девочкам поменьше, наверное, мягкие игрушки. Женщинам – это, на мой взгляд, какая-то кухонная утвертехника, да. Ну, или косметик. Может быть, конечно, ну, давайте тут ещё другое. Так вот, почему вообще такая тема появилась, да, должны ли быть подарки романцентными? Я после восьмого марта заходила в некоторые паблики ВКонтакте. Это, кстати, моя любимая социальная сеть. Правда, она меня в последнее время постоянно банит, но, тем не менее, есть за что ли дать. Я заходила в разные группы ВКонтакте, читала, и, значит, в одной группе попалось такое сообщение. Писал его продавец. Причём продавец такой, знаете, бесполы. Непонятно, кто писал, мужчина или женщина. Но, видимо, продавец, он как врач, это тоже существо бесполое, потому что неважно, какой у тебя пол, мужской или женский, главное – это втюхать свой товар. Вот. И здесь тоже непонятно было абсолютно, кто пишет, мужчина или женщина. Продавец. Писал, что накануне восьмого марта, да, то есть шестого, там, седьмого марта, в их магазине, магазин этой техники, в магазине техники был целый бум, очень много мужчин брали кредиты на подарки, причём, судя по тому, что они брали, они брали их для своих женщин. Это были и как кухонная какая-то там, бытовая техника, ну, конечно, очень же классно получить мясорубку на восьмое марта, ну, наверное, всё равно хорошо, чем вообще ничего. Либо это была, ну, помимо кухонной техники, это была техника современная, ну, телефоны, скажем так, да, хороших моделей. Вот. И продавец, значит, это сетовал на что? На то, что накануне 23 февраля такого ажиотажа нет. То есть, многие же мужчины тоже мечтают о хороших подарках. Это иксбокс, там, или плейстейшн, это хороший телефон тоже, почему нет. Но, тем не менее, женщины не бегут и не стоят в очередях таких, и не берут кредит, чтобы взять своим мужчинам хороший подарок. Вот. И почему вот так несправедливо? Женщина же может взять привет. И буквально я пролистываю чуть-чуть подальше, и совершенно другой паблик. И там, знаете, совершенно другое, вот как будто обратное этому изложение. Там, значит, его писала девушка или женщина, не знаю. Она пишет, что начала встречаться с мужчиной, там, ну, встречаются, любовь, морковь, все дела. И она ему решила сделать хороший подарок на 23 февраля. Она ему взяла телефон. Это, видимо, какой-то краеугольный камень. Она взяла своему мужчине телефон. Он был, конечно, очень рад. И на 8 марта она очень удивилась, когда этот мужчина пришел к ней с букетиком тюльпанов. Просто для сведения. У нас в Улан-Удэ, я знаю, что по оптовой цене можно было взять тюльпан. Один тюльпан, одна штука стоила 15 рублей, да. То есть, если вы хотите здесь хороший, нормальный, по-моему, ценный букет, даже там, больше, чем из 30 тюльпанов, ну, плюс еще там, обертка, вам обойдется это где-то в 500 рублей. Да? Хороший букет, но из тюльпанов. У меня стояло только 3 дня простояло. Ничего не знаю. И, значит, когда она увидела, что он пришелся к ней с букетом из тюльпанов, и больше ни с чем, она очень расстроилась, и даже не расстроилась, а рассердилась. Она этим же букетом его отхлистала и сказала, что когда я брала тебе на 23 февраля дорогой телефон, я надеялась получить тоже равноценный подарок. Вот. И мужчина спрашивал совета, надо ли было брать равноценный подарок или нет. Вот. И как вы вообще сами считаете, подарки на 8 марта и 23 февраля должны быть равноценными или нет? Думайте. У меня вообще на этот счет есть свое собственное мнение. Сейчас вам о нем расскажу, приведу примеры. Я считаю, что нет. Подарки не должны быть равноценными. Все дело в том, что цена, которую мы получаем за свой труд, это наша заработная плавна, она у людей разная. Скажем так. Я получаю, например, 100 тысяч, а моя подруга 20 тысяч. И мы решили на 8 марта менять с подарками. То есть я могу купить ей телефон. Более-менее хороший, скажем так. Я подарю ей телефон, я не буду ждать, что взамен она мне тоже подарит хороший новый телефон. Если она мне подарит тот же самый букетик из тюльпана, это будет нормально. Потому что мне, чтобы приобрести этот телефон, не придется потратить всю свою зарплату. Мне не придется брать кредит, мне не придется занимать у знакомых. Нет. Я куплю его со своей обычной зарплаты. Так же, как и она может купить мне букетик из тюльпана. Но! Теперь представьте, если вы считаете, что подарки должны быть равноценными. Хорошо. Давайте представим такую ситуацию. Я купила ей телефон, и она мне купила такой же телефон. По одинаковой цене. Только еще раз я говорю, у меня ушла чай из зарплаты, а она потратила всю свою зарплату, плюс еще ей пришлось занимать или выбрать вообще кредит. Либо она не могла потратить свою зарплату, потому что она ее уже стратила там на какие-то нужды, на жильбы, на продукты, и взяла кредит. И этот кредит, возможно, мне придется выплачивать целый год. Ну, я потратила и забыла. И после этого вы считаете, что эти подарки равноценны? Да, у них одна цена, но я не считаю, что они равноценны. А вот теперь, что значит неравноценный подарок в моем понимании? В моем понимании неравноценный подарок это если бы моя подруга, получающая 20 тысяч, купила бы мне телефон, а я, получающая, например, 100 тысяч, купила бы ей букет супа. Вот это да, вот это жопа. Поэтому, что еще касается ценности подарка? Хочу привести вам такой интересный пример. Он со мной случился, когда я училась на первом курсе института. Тогда встречалась с моим будущим мужем. Он упал все серьезно. У меня должно было быть... У меня... Намечался день рождения. Вот. И я надеялась, конечно, что мой любимый молодой человек мне что-то подарит. Что-то подарит. Вот. И каково было мое изумление, когда я узнала, что он ничего не купил. Он просто сказал, дорогая, я же знаю, что ты давно хотела для своего телефона. Я вообще в упор не помню, что я хотела для своего телефона. Может, чехол, может, зарядку, может, вообще не помню. Честное слово, пыталась вспомнить, и как-то вообще не помню, что я хотела. Ну вот ты же хотела, вот на тебе сумму, иди сходи, купи. Это подарок? Может, я вообще забыла проводить дождь? А мои однокурсницы, мои приятельницы, подружки, с которыми я училась, я знала, что у них денег-то нету, потому что они... Ну, одна была с нынчем, так скажем, благополучной семьей, другая тоже студентка первого курса, деньги только, немножко от родителей, может, бывали, не знаю. Так вот, то, что у них было, то, что на личности, они и то подготовили для меня замечательный сюрприз. Они пошли, купили воздушные шарики, которые стоят недорого, заготовили там на таких красивых специальных бумажках пожелания, в каждый шарик эту бумажку положили. Шарики надули, завязали красивыми лентами и еще на каждом шарике что-то написали или нарисовали там сердечки всякие, тоже пожелания были. Из некоторых... А некоторые шары сложили так, чтобы получилось прямо мое имя Ярослана на каждом шарике по букве было написано и вот мне требовали пожелания. Понимаете, я знаю, что то, что мне дал мой дорогой на тот момент денег, эти деньги были, конечно, гораздо больше и цена-то у них была гораздо выше, чем у шариков, да. Но тем не менее, когда девчонки пришли с этими шариками и мы потом с ними так хохотали, смеялись, фотографировались и потом, когда эти шарики лопались, внутри была еще какая-нибудь записка либо какой-то прикол, либо воспоминание, либо пожелание, я понимала, что для меня вот такой подарок, он более ценный, потому что люди затратили свое время. Да, они знали, что у них, может быть, нет определенных денег, но они встретились вместе, они подумали, что они могут сделать, они потратили свое время, когда ходили в магазин, они потратили свое время, когда думали, что будут писать внутрь, когда они надували, завязывали, тащили это все, Это же громоздко, может быть, и не совсем удобно. И самый дорогой наш ресурс, конечно, это время. За то, что мы не можем вернуть, наверное, то, что должно быть потрачено у нас с умом. И вот такой подарок, хоть реально денежная цена у него ниже, но по качеству вспоминать я его помню до сих пор. А что я там покупала для своего телефона? Ну, честное слово, я просто даже этого не помню. Поэтому, еще раз повторюсь, я считаю, что подарки не должны быть равноценными на праздники. Единственное, когда подарки действительно должны быть равноценными, это, наверное, если два человека, которые обмениваются подарками, имеют одинаковую зарплату. Тогда да. Тогда, наверное, тому, кто получит очень скромный подарок, будет как-то обидно. Поэтому, если ваша девушка купила вам на 23 февраля нас, таки, то вы на 8 марта, как настоящий джентльмен, должны подарить ей телефон. Ну, это, конечно, шутка. Нет, ну, вы можете подарить. Причем, если девушка с умом... Кстати, девушки многие, они же ведь... Это ваши жены, это ваши любимые, которые рожают вам второго или третьего ребенка и просто не могут работать, они сидят с детьми, они сидят на это несчастное пособие по уходу за ребенком в мизерную цену, что купить на него вам носки, это уже непозволительная роскошь. Но, причем, женщина с хорошей фантазией, она может вам преподнести носки так. Я видела, как преподносит их форму букета там или целый танк, что-то из него делают. Если девушка вас любит, то это могут стать самыми забываемыми в вашей жизни носки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok